Приветствую вас, первое, что, наверное, хочется вас спросить, это то, почему, почему вы считаете, что прямо спросить не вариант, то есть что плохое в том, будет, что вы ее спросите. Ну да, она довольно скрытый человек, да, она даже в себе, но это действительно ничего не меняет, если вы хотите у человека спросить, спросить нужно. Здесь я вижу, в общем-то, признак какого-то самоограничения, которое, если честно, мне представляется довольно приводным фактом. А вы хотите, чтобы мы, да, я сейчас говорю без какого-то такого, ну, без агрессии, без обвинения, чтобы вы не подумали ничего плохого. Сладывает такое впечатление, что вы хотите, чтобы мы вам, по факту, предсказали, показали, предсказали, догадывались о том, почему девочка ведет себя именно так. Я не думаю, что это, вообще, сколько-нибудь конструктивно, потому что у девушки могут быть самые разные причины. Я, конечно, попытаюсь раскрыть ее поведение, но вначале, первое, я хотел бы поговорить именно о вас. Дело в том, что очень важно, очень важно, то, вот, знаете, как вы сами, как вы сами, воспринимаете ее, такого рода к вам отношения, вот, то есть, если вы воспринимаете ее отношение к себе негативно, да, ну, по какой-то причине, там, не важно особенно, не важно, по какой причине, но просто негативно. Это вопрос к вам, в первую очередь. Почему? Почему я негативно так это воспринимаю? И, там, условно говоря, задевает ли меня как-то то, что она ведет себя таким образом, задевает меня, не задевает, да, то есть, это вот то, что обязательно нужно исследовать. Ну, устраивает она, какие-то сценки, да. Ну и что? То есть, если вас это не задевает, то зачем это обращать, зачем на это обращать внимание? А если вас это задевает, то нужно рассмотреть, чем именно задевает, чтобы выяснить, какие у вас чувства появляются. И эти чувства необходимо выразить, эти чувства необходимо выразить, эти чувства необходимо проявить, потому что в противном случае вам просто-напросто будет очень тяжело, и дальше эта ситуация будет усиливаться именно по той простой причине, что вы будете идти, как бы, со временем, ну, не совсем тем путем, который, которым нужно идти, вы будете идти путем косвенного, косвенного удовлетворения своих желаний, своего желания, да, в данном случае. В данном случае речь идет о потребности, вот, выражения эмоций, опять же, своих, ваших. Вот. То есть, это вот такая история. Значит, ну, помимо того, что вы себя ограничиваете. Вообще складывается такое впечатление, что вы боитесь. Вы просто боитесь. У меня такое ощущение, что вы откладывается, что вы просто боитесь, что-то, что-то у нее спрашивать. Ну, мне, по крайней мере, так вот показалось. Вот. А теперь, собственно, для чего она, для чего и почему она ведет себя так. Значит, и до всех сил человек пытается привлечь ваше внимание к себе. Зачем она это делает, для чего она это делает, почему она это делает. Это не все, это все не столь важно. Серьезно. Это не столь важно. Важно то, что она это пытается делать. То есть, ей нужно ваше внимание. Она хочет вывести вас на эмоции. Именно вас она хочет вывести на эмоции. Ну, потому что, ну, не знаю, может быть, вы ей нравитесь. Может быть, что-то еще есть. Вот такое в том, что происходит. Но факт остается фактом. Вы ее, значит, привлекаете чем-то. Если вы говорите, что она человек в себе, то это значит, что прямо выражает эмоции. Так же, как и вы. Она не может. Ну, или испытывает с этим большие проблемы. Как правило, человек, например, стесняет, как правило. Как правило, человек стесняет того, что он чувствует. Как правило, человек стесняет эмоции и просто-напросто не позволяет себе их как-то проявлять. Это важная история. Это важный момент, на мой взгляд, по крайней мере. И здесь я бы хотел обратить внимание на то, что она выбрала вас, вероятно, не случайно. А потому, что в некоторой степени вы ей вот как раз импонируете именно тем, что похоже себя ведете, похожим образом себя ведете. Я опять же, поймите правильно, да, я вас сейчас ни в коем случае не хочу обвинять, я вас ни в коем случае не хочу сказать, что, там, что вы плохой, что вы, там, не знаю, так поступать вообще не должны, да, и так далее. Да нет, ни в коем случае не хочу это сказать. Вот, просто момент здесь, он вот такой, такой, что девочка не случайно выбрала вас. Потому, что вы ей понравились. Благодаря тому, что похожи на нее, надо думать, что вы поймете вот ее, ну, такое поведение, вам оно будет, вам ее поведение будет более-менее понятно. Вот. И, с другой стороны, она, вероятно, хочет доказать себе, убедить себя в том, что у нее нет никаких, ну, допустим, значит, никаких шансов, вот, то есть у нее просто вот нет никаких шансов, да, на то, чтобы выстроить отношения. Она хочет, она пытается, она пытается себе это доказать, это такое, знаете, вот, ну, такое поведение, ну, достаточно негативное, да, это поведение. Ну, оно, вот, оно такое в данном случае. Ну, вот. И, соответственно, если вы ее, значит, оттолкнете, она будет думать, что она вот этого заслуживает, чтобы ее отталкивать, чтобы, ну, ее отталкивали. Условно говоря, если вы ее нет, то, скорее всего, она будет продолжать, значит, сомневаться, ну, вас, она будет сомневаться в себе, вот. Вот. Это, как правило, работает именно, именно так. В принципе, в принципе, на мой взгляд, можно ответить, вот вам, в принципе, вот так. Что-то мне не представляется возможным, да, исходя из того, что вы написали, да, мне не представляется возможным, значит, значит, ну, еще что-либо вам ответить, потому что больше информации никакой нет. То есть, по сути, на данный момент у вас есть выбор. Вы можете продолжать играть, вот, собственно, в ту игру, которую она сейчас ведет, да. А можете из этой игры, собственно говоря, выйти, в этой игре не участвовать, вот. Вот. И, ну, как бы, просто гнуть свою линию, свою линию, именно, вот, именно линию. Вот. Это то, что мне, вот, то, что мне видится, вот исходя именно из того, что вы написали. Я могу быть не прав, я могу чего-то не знать, я могу ошибаться и насчет вас, насчет, ну, насчет того, что вы, там, чего-то боитесь. Например, я ни в коем случае не считаю, что я говорю все верно и правильно, вот. Ну, 100% уверенности, 100% уверенности у меня нет. Но я думаю, что вам стоит подумать все же о тех вещах, которые я назвал, да, и, значит, соответственно, для себя что-то решили. Вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, я бы не рекомендовал вступать в отношения сколь-либо близкие с коллегой по работе, если вы, если только вы не боитесь эту работу, в общем-то, потерять. Да. Да. Но, если вы все же решите, если вы все же решите, так делать, если вы все же решите, так поступать, решите все же с этой девочкой вступать. Ну, в отношения, вот, то будьте готовы к тому, что могут быть, вот, определенные проблемы. Я думаю, что, то, что вы описываете, в контексте, вот, того, что она ведет себя, ну, таким образом, это очень приводный знак. Вот. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok